Плотная, зачастую самовольная застройка территорий, а также несанкционированная торговля представляют потенциальную угрозу в случае возникновения ЧАЭС. Выездная комиссия проинспектировала наиболее уязвимые места, представляющие повышенную опасность. Это участки на территории Большого Утреша, поселка Витязева и в районе 1-го Джаметинского проезда, которому может угрожать подтопление. Кроме отсутствия ливневки, существует проблема, созданная самими жителями-застройщиками. В настоящий момент улица Морская, Виноградная, Степная и проезд 1-й имеет предельно плотную застройку в сочетании старых и новых зданий с тупиками в конце и начале улицы. При малейших дождях уровень поверхностных вон составляет от 20 до 40 сантиметров, на один участок до 50. В районе Фея на расстоянии более 300 метров ограничено сплошным трехметровым бетонным забором. По нашим подсчетам может скопиться объем воды до 12-15 тысяч кубометров. Следует отметить, что из-за бесконтрольной застройки ширина проезжей части сейчас менее 4 метров. Ни одна АС-машина в настоящий момент там не пройдет. У нас остается один вариант действий при выпадении месячной нормы осадков, если в течение суток произойдет. Это полностью остановить воду, подачу воды на Пионерском проспекте и частично в Витязево. Тем более, что в ливне такие меры уже предпринимались. Осложняется ситуация тем, что на некоторых участках застройщики уменьшают до недопустимых размеров и без того узкие проезды. Ставит на красные линии кафе и торговые ряды. Необходимо, Алексей Васильевич, привлечь юридическую службу нашу, архитектуру и управление земельными машинами. Выявить собственников, тех, кто подостроил дорогих объектов незаконно, которые сегодня мешают проезду специального транспорта, проходу людей и могут быть источником опасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и подготовить исковые заявления о сопротивлении деятельности, это как бы обеспечительная мера, а исковые заявления о сносе законных строений. То, что там творится сегодня, это полное безопасность, полное. На заседании комиссии заслушали доклад начальника отдела по транспорту и связи Юрия Кудрявцева, поскольку владельцы автомобилей, как анапчане, так и гости курорта, нередко нарушают правила парковки. Улочки заставлены так, что ни пройти, ни проехать. Не говоря уже о движении спецтехники и автомобиле оперативных служб. При результате мониторинга установлено, что на данных улицах расширяется парковка транспортных средств, нарушение требований, запрещающих дорожных знаков 327. Остановка запрещена, что приводит к запруднению движения пешеходов и других транспортных средств. На случай возникновения чрезвычайной ситуации проезд и работы специальных транспортных средств в указанных районах будет невозможно. Решение власти однозначно бороться с нарушителями правил дорожного движения, для чего были предприняты соответствующие меры в преддверии курортного сезона. Дополнительно привлечено еще три эвакуатора и создана дополнительная специализированная стоянка для хранения задержанных транспортных средств. На сегодняшний день они готовы работать. Четыре эвакуатора по высуточному жилищу. Глава города-курорта Сергей Сергеев дал поручение инспектировать также трассу через Суконо-Утриш в районе ФДЦ Смена, где паркуют автомобили вдоль трассы, нарушая правила дорожного движения и нормы безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok